если сейчас а сегодня 29 сентября пройтись по рынкам и овощным магазинам можно наблюдать печальную картину помидоры томаты правильно по ботанически рассадные то есть выращенные из рассады уже на исходе а качеством не очень внутри на четверть белосая малосъедобная масса повреждены помидоры клещиками совками сразу и не заметить а домой принесешь и выбрасывай в общем деньги на ветер а у крупных производителей томаты уже из теплиц с виду большие эти методы крапива и чистотел все для пользы красивые такие томаты и цены красивые потому что себестоимость высокая а какое качество при частых и густых концентрацию яда имею ввиду химобработка эти томаты просто яд задорого причем а об импорте как говорится и мария говорила сами знаете в советские времена все теплицы на женщинах мужчины механизаторы работа это адская температуры высокие влажность яды нет уже тех и других причем страшных муках тепличницы и еще виноградари были яду не жалели тогда а сейчас подавно изобретаются яды все новые и новые а толку нет вредители и болезни только крепчают отчаялся народ и ринулся на youtube предлагаю и уксус посмотрите какие шикарные завязи и перец и зеленка и йод далее по списку все специи результат тот же самый никакого толку вот я пробовал мед препарат хлорексидин работает по болезням берите себе на заметку но сегодня немножко о другом как-то вспомнилось по рассказам моей матери в военные и в послевоенные годы никто с рассадой не баловался не заморачивался народ прямо в землю как прогреется семена ленточкой рассыпали и урожаи были ежегодные неплохие собирались отбирались семена из крупных вкусных экземпляров и в дело ясное дело без всяких ядохимикатов да и не было их тогда сейчас уже доказано что при безрассадной посадки вирусных заболеваний нет да и другие не садятся на крепкие растения иммунитет у них хороший они имеют развитую мощную корневую систему которой легче переносить засухи в этом году последние значимые осадки были 5 февраля у меня все ходы природы записаны а при температуре плюс 35 в июле и в августе было останавливается рост а в сентябре бабье лето плюс 22 то что надо урожай хороший до морозов а если вдруг нагрянет холод в таком состоянии в молочной зрелости убранные хорошо дозревают они конечно можно часть половину кустов на вашем участке выращивать из рассады ранний в первой половине лета с химией хилые томаты а осенью безрассадные подойдут урожай будь здоров сами видите без всякой химии рекомендую рекомендую безрассадных вместо или вместе с безосуднями желаю вам всего хорошего с уважением вечно ваш